Продравшись через ораву монстров, Гарри ворвался в школу, плотно закрыв за собой дверь. Какое-то время еще был слышен скрежет когтей летающих крикунов и скулящих по той стороне двери, а потом все стихло, и стало непонятно, чего бояться больше, тех монстров или зловещей тишины, наполняющей коридоры этой школы. Это прохождение игры Silent Hill, дорогие друзья, на канале, где игра это искусство, часть номер 4, локация школа. Шерил может быть здесь, я должен хотя бы попытаться найти ее. С этой мыслью Гарри сделал несколько шагов и испугался собственных шагов, звук которых распространился по темным пустынным коридорам. Так, это всего лишь наши шаги. При входе нас встречает великолепно воссозданная для уровня PlayStation 1 карта Америки, посмотрите. Просто, просто супер. Ну а на тумбочке мы находим медвежскую начальную школу, карту медвежской начальной школы. Это карта школы. Взять ее? Да. Справедливости ради, отмечу, что вся локация школы воссоздана просто великолепно. Если говорить об уровне PlayStation, то на пределе возможностей консоли. Давайте посмотрим на карту. Мы попадаем в главный холл. Отсюда мы можем пройти в медпункт и в приемную. Также выйти во двор. Эта дверь закрыта. Начнем с медпункта. На стене плакат для проверки зрения. Пустая кровать. Подойдя к окну, он взглянул в темноту, которая была чернее ночи. И кто опять пойти в нее захочет? По крайней мере, не сейчас. Здесь можно сохраниться. А вот в этом ящичке, в этом шкафчике, мы можем найти лечебную настойку. И на кушетке подбираем аптечку. Silent Hill Hospital. Очень нужные нам на этой сложности лекарственные средства. Сохранить игру мы сможем немножко позже. Давайте сейчас пройдем в приемную. Аккуратно. Гарри посмотрел на стойку. Здесь лежал какой-то журнал. Мур Рональда Гордон. Это должно быть список учителей. Фамилия Гордон, я думаю, сейчас большинство из вас напомнило династию Гордонов из квеста Черное Зеркало. Великолепный квест, друзья, который я рекомендую всем посмотреть, если вы еще этого не сделали. Все три части есть на канале. Вот как раз в перерывах между выпусками свежих серий по Silent, можете смотреть мой любимый квест. Ну а с этой стороны стойки мы видим записку, которая написана кровью. Еще одна кровавая записка. А сзади с максимальным количеством крови мы находим третью записку. Здесь как будто остался отпечаток ладони того, кто писал. 12.00. Место звуков и песен. Серебряный знак голоса скрывают безмолвные. Их пробуди в порядке, как я предписала. То есть это писала женщина здесь, в школе, кровью. Что за чертовщина? Школа это ведь место, где дети приобретают знания, учатся, социализируются, осваивают первые навыки. Но знаете, нередко бывает так, когда школа становится местом, где людей уродуют. Эмоционально. То есть дети получают свои первые эмоциональные страдания, комплексы, страхи. И это все порой влияет потом на всю последующую жизнь человека. Страданиями скольких детей пропитаны стены этой школы. Попытаемся разобраться вместе, друзья. Ну ее тут во всю стену слово красуется сказать. Это просто будет, я не знаю, не то что неуместно. Пугает. Вот, пугает картина, которая во всю стену... Давайте посмотрим на эту ужасную картину. На картине изображена дверь, по обеим сторонам которой повесили чьи-то тела. Не знаю, кто ее нарисовал, но у него явно дурной вкус. А кому хватило ума повесить эту картину в вестибюле школы? Захотелось поскорее уйти от нее. Мы возвращаемся, но... Гарри еще какое-то время думал о ней. Похоже, дверь имела какое-то церемониальное значение. Посмотрите, сейчас мы исследовали все, и у нас остается только выход во двор. Как бы не хотелось снова идти в эту черноту. Это единственный доступный нам проход. Радио начинает фонить, и мы видим монстров, демонических детей. Очень противных монстров на сложности хард. Так они простые и легко разматываются трубой. Но вот на этой сложности, учитывая их какое-то нереальное количество прочности, даже один на один часто тяжело без урона победить их. Поэтому там, где их по несколько, там вообще без пистолета просто нельзя. Вот просто нельзя. Вот крепкий какой. Во. Смотрите, сколько выстрелов. Да, мы ему дали. Я к тому, что мы еще очень сильно от них настрадаемся. Во дворе, конечно же, кромешная тьма. Холодный снег ударил по лицу, напомнив отношение этого места к нам. Но вот здесь, в углу двора, была какая-то небольшая часовенька, которая, честно говоря, не очень вписывалась в антураж этого места. И по обеим сторонам входа, которые были странные углубления. Серебряная луна. И... Золотое солнце. Гарри не совсем уверенно поднялся по ступеням часовни, приложил ухо и как будто услышал шепот тысяч голосов, доносящихся из-за двери. Но дверь башни заперта. Каких-то потусторонних голосов. Он поднял голову и увидел, что стрелки остановились на 10.00. Как сказал бы тот же Сэмюэль Гордон из черного зеркала. Поломаны. Но что-то мне сейчас совсем не до шуток, друзья. Тем более, когда мы приближаемся к одной из самых сложных комнат в этой локации. Потому что в ней целых три монстра. И не получить урон практически невозможно. Есть способ вот здесь как-то вот так вот проскочить быстро. Да, и часто в школе только так и нужно. На харде. Так, тут уже красавчик к нам придет. И мы начинаем со всем неистовством обрушивать эти удары холодной, тяжелой трубы на его голову. Так, радиус тихла, но это не значит, что никого больше нет. Хорошо, когда заходишь в какой-то коридор, и следовать его полностью, прежде чем заходить в какие-то двери. Потому что потом можно выбегать оттуда в панике. А здесь вас еще будут поджидать. Вон, уже идет. Красавелла. Давай. Моя труба уже... Ах ты, мелкий, гнилой гаденыш. Он дотянулся все-таки. Надо применять настойку, ибо мы при смерти. И теперь пока он валяется, добивать вот так вот. Только второй раз не вздумай нас схватить. Второй раз схватил. Ну что ты за мерзавец? Вот просто обычный, понимаете, обычный монстр, которого... Не так сложно трубой размотать. На харде потребовал у нас использования двух настоек. Ну а когда их несколько, они способны реально загрызть очень жестко. И можно из пистолета как бы их разматывать, но они респаунятся, друзья. Патроны на вес золота. Это хард. Иногда лучше просто пробегать. Так, доходим до конца коридора. Здесь есть два туалета. Зайдем в первый. И в первом уже красавчик идет к нам. Надеюсь, получится его не подпустить. Но в этом туалете нет абсолютно ничего. Только монстр. Все, что мы можем обрести от этого места, это урон. Который, к счастью, мы сейчас не получили. Но могли бы. Так. А теперь второй. Второй туалет. Это не то. Вот второй туалет. Там замок заклинило. Это была одна из учительских. Здесь также ничего. Хорошо. Замок заклинило. И здесь замок заклинило. Эту дверь нельзя открыть. Как? И эту нельзя открыть. Ух ты, монстр. После туалетов. Вот, видите, резнулся. Мы его убивали, а он уже после наших заходов в туалеты появился снова. Замок заклинило. Эту дверь нельзя открыть. Гарри подумал, что слишком много замков здесь заклинило. Видимо, не случайно. Так. Так. Можно пойти сохраниться перед самой сложной комнатой. И это будет разумно. А когда мы ее исследуем, теперь открыто, то можно будет сохраниться снова. На харде без этого никуда. Так. В медпункт. И вот тут сделаем запись. Окей. Что у нас по жизням? Более-менее. Так. Здесь опять могут появиться монстры. Осторожно. Не появились. Вооружаемся пистолетом. Все это для того сейчас мы будем проходить, чтобы просто взять упаковку патронов. И как это на харде часто и бывает, скорее всего мы потратим больше сейчас патронов, чем приобретем. Но все же давайте. Исследовать нужно. Нет, не давай ему. Так. И теперь ставим трубу. Там еще один идет. Ух ты. Да я же ничего не успею так. Не смей, не пускай его. Те сейчас могут встать. Если те встанут. Ай. Кого добивать? Да что ж вы. Жесть. Фух. Вот это я напрягся. Так. Кто-то пишет в телегу. Ну-ка. Сейчас я на телефончике посмотрю. Потому что при эмуляции я не смогу. Так. Хорошо. Вот тут. Давайте вообще отсюда закрыто. Здесь замок заклинило. И вот комната. Радио начинает фонить. Здесь мы видим лишь тень маленькой девочки. Которая боится нас не меньше чем мы ее. Посмотрите. Она беззащитно упала. Может быть именно она символизирует страдания всех детей этой школы. Вот мы берем пачку патронов. И Ну. Мы вышли просто на тот же уровень что и было когда мы сюда заходили. Так друзья. Так. Хорошо. Теперь надо наверное будет быстро проскочить. Появились тут? Конечно появились. Конечно появились. Как и во дворе. Во дворе вон тоже пацаны уже видите ходят. Быстро к точке сохранения. На этом исследование первого этажа у нас А там еще склад. Ну вот там где склад там тоже дверь заклинила. Ладно я конечно же это отмечу на карте чтобы мы понимали. фу-фу-фу-фу-фу. Фу-фу-фу. Так идем. Шерил. Где же Шерил? Сможем ли мы отыскать ее в этих коридорах? Не уверен. Так вот тут смотрите замок заклинило. Дверь нельзя открыть. Все. Бодаться с монстром. Сейчас резона нет. Идем на второй этаж. Но именно любовь к Шерил уверенно вела Гарри вперед. Это была его единственная любимая девочка. Это не родная дочь нашего героя. Они нашли ее с женой когда она была совсем маленькой и удочерили. На раннем этапе брака к сожалению жена умерла и осталась только Шерил. Так. Мы попали с вами на второй этаж. Здесь я думаю мы также начнем с кабинетов туалетов. Давайте вначале коридоре разберемся с вот этим вот не подходи даже не смей кусать нас за ноги. Сейчас телега будет бымкать. Забыл ее выключить. Есть. Есть. Теперь открыто. Открываем. И вот тут в туалете думаю я о пистолете. Тут никого. Ух ты! Это был один из самых жалобных плачей девушки, которые Гарри слышал в своей жизни. Он доносился из-за какой-то из дверей. ух, но они закрыты, мы не можем их открыть. И вот тут друзья тоже патроны в туалете, но тут целых два монстра. Это будет очень тяжело. Вот видите, что происходит. Так, что у нас по жизням сразу, ну конечно, уже критично, понимаете. Так, давайте поставлю трубу, но вряд ли из этого что-то выйдет. Лучше я вот так. Теперь ставим трубу. А этого вообще не видно. Ах ты! И нельзя поменять, нельзя поменять угол обзора. Вот это вот одно из самых нелюбимых в Сайлент Хилле. То есть, вот смотрите, я нажимаю кнопку, вот-вот, показываю, и камера не меняется. И он выходит, ты не успеваешь замахнуться, он тебя жрет. То есть, по сути, еще одну настойку мы потеряли из-за этого. Надо было сюда не заходить, потому что мы потратили большое количество патронов. все, что мы взяли практически, еще и потратили несколько настоек. Вот, есть такие комнаты, которые посещать на Харде нет резона. Но, так как на 100% делаю, хочу вам все показывать и рассказывать. Хоть это и не просто на Харде. Попадаем в класс. И вот, к слову, в этом месте можно увидеть, насколько классно локации сделаны. Посмотрите, здесь какое-то изобразительное искусство детское. И, ну, все, все, что нужно. Атрибуты, школьная доска, флаг, парты. То есть, шикарно, просто шикарно. Эти классы напоминают мне игру Life is Strange, которая тоже есть на канале, которую я вам советую посмотреть, когда посмотрите все три части черного зеркала. она гораздо добрее, но не менее интересная. Так, вот в этом классе нам, по сути, тоже нечего делать, потому что здесь два монстра. Мы потратим на них силы и патроны. И он всего лишь содержит настойку. Я сейчас попробую хитро ее прихватить. Вот так. Оп. и поскорее отсюда сбежать. Может, Да, вот в соседний класс. Отлично. Это лучший вариант. Мы сэкономили патроны и забрали настойку оттуда. Так. Посмотрим на карту. Нам нужно идти вот сюда. Давайте возьмем пистолет. Еще такая же идентичная комната, которая была внизу. Но здесь можно подняться быстро наверх. Это выход на крышу. Здесь замок заклинило. Так. А теперь друзья, сюда. Так, аккуратно, аккуратно, давай. Ну, давай. Да, патронов было потрачено много, но выбора действительно нет. Оставлять одного на трубу можно было бы, но поскольку их трое, другие могли бы повставать. В итоге потери были бы здоровья, но и все как обычно. Так. Тут выхода во двор нет и быть не может это второй этаж. Здесь что? Шумят. Шумят. Радио шумит. Что, все зареспаунили что ли? Я ж только на секундочку вышел. Или ты один? Ну, если один, то ладно. Ладно. На тебе. Так, давайте посмотрим здесь. Куда мы попали? что за звуки? Склад. Так, изучаем внимательно склад. Ничего, чтобы стоило внимания. Дистиллированная вода. Мне она не нужна. На полках ничего полезного. ничего, чтобы стоило внимания. На полках ничего полезного. Глюкоза. Мне она без надобности. Ну, а здесь, друзья, это химикат. Взять его? Да. Больше ничего необычного. Мы берем химикат. На этикетке концентрированная соляная кислота найдена на складе при лаборатории. Так, это все. Это все на складе. Тут опять могут появиться монстры. Так и есть. Хорошо, что несколько штук сразу. Далее. следующая комната. Что это? Химическая лаборатория. Огромная доска. Я думаю, вы уже заметили эту отрезанную руку. Так. Патроны это хорошо. скульптура старческой руки. Пальцы цепко впились в медальон, как бы не желая его отпускать. Давайте возьмем патроны. Так. И теперь применяем кислоту. В награду получаем золотой медальон. Просто разъеденной кислотой останки скульптуры. Не осталось ничего интересного. что за медальон мы взяли. Золотой медальон. На его поверхности вытравлено изображение часовой башни. Найден в школьной лаборатории. Логично, что он должен подходить под одно из отверстий той башни. Так. Опять я надеюсь, что ты один. Ну да. Так, что еще тут по кабинетам у нас? фонд библиотеки, библиотека. Сбегать бы, сохраниться. Сейчас, ладно, посмотрим тут, что у нас по жизням. Вроде нормально. Закрыто. Ну или давайте пока сюда. Так, здесь также где-то монстр. Хоть бы он был один здесь. Разврат книг здесь происходит. Аккуратно. Или здесь? А! Здесь эти тени. Смотрите, есть целых трое. Какую-то скорбью они отдают. Давайте я заберу аптечку. Посмотрим, что здесь за книги. здесь нет полезных для меня книг. Здесь учебники. Ничего особенного. можно еще в фонд библиотеки перейти. здесь здесь уже монстр. учебники. Ничего особенного. Мне нет надобности читать какие-либо из этих книг. Здесь нет полезных для меня книг. так, но тут надо дверь открыть. Вот эту, которая была закрыта. Теперь открыта. По карте отметили. Отлично. надо немного перевести дух, Напряжение такое из-за этой сложности. Оно всегда будет в игре Silent Hill. Оно будет только нарастать. И поэтому в том числе эта игра гениальна. Здесь нет полезных для него книг. Ну а на этом канале есть полезные для вас прохождения. Полезные, интересные и стопроцентные. Так что напоминаю, что черное зеркало к вашим услугам, если вы его еще не посмотрели. Ну и остальные прохождения тоже смотрите на VirtuaZilla GameWorld. Мы очень скоро продолжим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА